Потому что я не готова читать лекции, у меня какого-то долгие монологности, как по своим жизненному пути, а по всем прочим. У меня есть некий жизненный опыт и, наверное, какие-то мысли, которые я с вами поделюсь, если вам это интересно, потому что я не особо знаю, что вам интересно. И если вы меня сориентируете, то я с огромным удовольствием отвечу на все ваши вопросы и я вам расскажу какие-то свои секреты профессиональные. Потому что я не знаю, что сейчас такие хорошие сайты называются, не крайне это слово, потому что оно именно о том, что в человеке внутри происходит. Как он внутри нащипывает свои собственные какие-то ноты, свои собственные способы взаимодействия с миром, с профессией, с творчеством, с другими людьми. Допомню вкратце, наверное, далеко не все почувствуют, какая-то такая, потому что уже выросло новое поколение. В вашем возрасте я пришла работать на телевидении в 20 веках. МТВ. На этом курсе были тоже на листке МТУ. Точнее, я пришла работать в рекламный отдел, а оказалось на телевидении, то есть совершенно случайное совпадение. Я пришла на маленьком телевидении ведущих властей, в итоге это телевидение выигрывалось в МТВ России, 10 лет я работала лицом в МТВ России. Ушла только потому, что мне стало скучно, я вырос, и вообще у меня перестанет искать вам исключительно вопросом надежности культуры. Наступил, наверное, такой момент, который психоаналинский называет экзистенциальный вакуум, когда стало хотеться чего-то большего, чем просто разговоры по музыке, о нуде, современной культуре и прочим. Ну, и в то время, собственно, телевидение тоже стало изгибаться очень печальным образом. Но шла бы, конечно, длительная, почти 8-летняя, наверное, такое свободное плавание, переплопленное на огромное количество разных жанров в профессии телеканалов. Наверное, проще показать по пальцам руки, посчитать те дни, в которых я не работала, чем те, в которых я появлялась. Практически у нас все крупные телеканалы в разных проектах, на нескольких радиостанциях. В которой время я выходила замуж, нажала детей, которые сейчас трое. И вот с последней древности, с последним ребенком получилось так, что я оказалась вообще без работы. Нет, без телевизированной работы, конечно. Последние годы я работала радиоверно, но у меня немножко больше, чем работа. Это все-таки такое... Это, наверное... Жизнь. Будешь не знаю, как это рассказать. Ну, это безусловно удовольствие, безусловно... Бржи... Бржи жизни. Это большая часть моей жизни. И в то же время, когда терапия, это постоянная поддержка и помощь, потому что я делаю программы, которые не верили священников. И у меня есть уникальная возможность, как милой сухон, складывая прощественную черту, типа партию. Потому что делаю динамы искренне, с лучшими и уникальной страны. Вот. Но это действительно так. И, в общем, это для меня больше, чем работа. Мне так показалось, что у меня не осталось телевизионной работы никакой. И меня это так огорчило, и в то же время не зазвило, что я решила выполнить себе работу сама. Поскольку я была над многим беременными, мне больше всего интересовали вопросы материалистов и детства. и я одновременно с этими всевозможными метальными исканиями открыла для себя такой жанр, как видеоблогерство. Это интересная такая история. Однажды я попала на номер в объятии, где одна технологичная компания презентовала новую игровую приставку. Мне сказали, типа, приходите, как это бывает, приятная часть профессии в личном человеке, а вот мы вас фотографируем, подарим вам приставку. Я пришла, такая меня сфотографирована, например, себе подарила приставку, и вдруг вся пресса и вообще все, кто там, вдруг куда-то ломанулись, в какую-то другую сторону, и стали фотографировать кучку людей, ставить по молодежи, совершенно незнакомых людей, которые просто-таки, они шли практически какром звезды по красной дорожке, и все их снимали. Я сказала, ой, это, сказать, ты что-то знаешь, это наши видеоблогеры топовые. Вот Катя Хлэп, вот Маша Хлэп, вот Саша Скрылэп, я говорю, чё? Кто? Мы сказали, ну ты вообще лох, эти люди имеют миллионную аудиторию, каждый пост в социальных сетях до 500 тысяч лайков, у них огромное, они зарабатывают немалые деньги в своем возрасте на рекламе, в своих аккаунтах, и ты вообще отстала от жизни. Я поняла, что, видимо, эти люди, это только варси 21 века, это только, ну, я понимаю, это вот мое поколение. И очевидно, что поколение девичных в какой-то массе своей, если это миллионы подписчиков, наверное, растет на вот этих топовых видеоблогах. Я стала изучать собственно жанров, поняла, что это какое-то совершенно неправильное поле, особенно для моего поколения. И я подумала, что неплохо бы сделать, может быть, какой-то видеоблог на тему того, что интересует моих бывших зрителей MTV, которые вместе со мной выросли, вместе со мной уже обрели какой-то жизненный опыт, семью, детей, у которых масса вопросов от ближайших людей, наверное, у них тоже есть какие-то социальные мотарства, поиски духовные, поиски себя, ответы на какие-то личные вопросы. Но я ничего такого фронт-эти не нашла. Единственный видеоблог блогера 40+, 30+, это был блог Боблина, он классный, но совершенно не о том. И я подумала, ну, надо сделать, чтобы на тему телевизора детства стала расспрашивать каких-то своих знакомых в медиа, в индустрии, в которой производят товары для мам и детей. Похосовались в франкских пабликах в Вейсбуке, я поняла, что это просто какой-то гадкий сообщество, которое очень живое, очень активное, очень интерактивное, и оно жаждет информации, жаждет какого-то иного уровня обмена мнениями, знаниями. Об этом поговорили с знакомыми людьми, которые отвечают по вести различных IT, больших таких, как сказать, как вам надо, наверное, с тем, с тем, с YouTube, с тем, с Google, с тем, с иногазином, с тем, с тем, с на Rambler. И все говорили, да, да, отлично, это хорошая идея, это очень востребованная тема, у нас нету какой-то единственной глобальной площадки, на которой все это можно было совмещать, очень много блогеров, очень много блогеров в Instagram, есть какие-то каналы в YouTube, есть огромные сообщества в социальных сетях, но какого-то вот такого единого канала нет. И у меня полуприятие Варью, который сейчас занимает пиаром артистов, а мы вместе к членамотной МТП от созданного агентства, которое называется «Больше чем агентство», и сбылся в основном полуциклом раскрутки людей как брендов, да, то есть берем как текисы, и он отвечает как директора, как агента, как посредник между потенциальными рекомендателями и как пиар, который предполагает ее тетя, высказываете как образец, он сказал «полный цикл». И он мне сказал «Лучше, ну ты лапсеры» это проект, надо, чтобы с этим делать, мы уже так много лет зарабатываем время, это профессиональная навыка, надо начинать этим пользоваться, и я подумала, что неплохо бы и денег заработать, и вообще в каком-то качестве себя почувствовать, это делать так, чтобы при этом совесть свою не в никаком образе не смутить, и главное какую-то пользу от чувств не приносить, потому что я где-то видела такую схему, не, куда-то словарь из-за где-то когда в картинке объясняют какое-то понятие, как это называется, инфографика, вот, спасибо. Вот, очень интересная схема в инфографике была, когда соединялись три кольца, одно кольцо было компетенции, второе кольцо было хобби, а третье кольцо было общественная польза. И вот в точке соединения этих трех понятий, то есть твоего профессионального уровня, того, что ты любишь делать, от чего тебя блюд, и то, что реально может быть полезным только тебе, именно в этой точке находится успех, и именно в этой точке находится реализация и, если можно так сказать, счастье реализации человека в его жизни. И тогда, когда он мне сказал, что давай мы тебя перепозиционируем, мы сделаем сделаем новое, если бы еще делать видеоблог на тело телевизорского действия, он сказал, что это видеоблог, и у нас сделать только пилот. Мы придумали концепцию субъективного телемедия, мы смотрели, потому что мы понимали, что сейчас нам интересны тело телевизорского действия, через год, когда это может быть не так уже актуально, как горячо, нам захочется говорить о чем-то другом, и вы решили, что мы хотим усоветить эти телевизоры, потому что у нас нет начальства, нет никаких давлейших форматов и рейтингов, мы о чем хотим о том и говорить, и стали потихонечку делать одну-динственную маленькую передачку показания какие наши моды, которая предназначена для других женщин и для тех, кто собирается рожать этих родственных молодец возрасте того, как себя напыщили, прямо к самым минимальным вопросам. Это такая ответно-препроводная передача в таком совершенно практичном жанре, мы ставим любой вопрос яркий, который интересует абсолютно всех родителей, и у нас всегда есть два эксперта, которые на этот вопрос отвечают. Тогда мы начинали еще это все делать по публике по недовериям, говорят, ты какая-то дела, с начала она вся фото-ворка сегодня у нас изучат пасы, неиспокал, а все неиспокал, а все как воспитывают детей. Ну, как бы, они и правы по-своему, действительно, но прошло много лет, где у меня трое детей, есть некоторый родительский опыт непозитивный, негативный на одном землице, но я, опять же, тут выступила на площадке Эксфертов, и поскольку у меня большая нагрязняная книжка огромного опыта работы с разными людьми, в том числе из образа материства детства, я понимаю, что у меня есть гигантский класс знающих людей, дядок, психологов, педагогов, специалистов из образа материства детства, есть огромные быстрые товары материства детства, которые, например, нужна площадка для сотрудничества, есть гигантское сообщество родительское, которому нужна информация, нужны эти товары, нужны ответы на их вопросы. Мы решили все присоединить на базе ТУТКТВ, и наша первая передача вынесла так, родители задают вопрос, например, сопли у младенца можно будет лечить? Я понимаю, что для вас этот вопрос еще не актуальный, вы или нет? Я не знаю. Что нам брать с собой в роддом? И родители спирт говорят так, если у вашего младенца сопли, это опасно, это может быть признаком острого респираторного вырусного заболевания, его обязательно надо лечить, вот если сюда сужены щекапли, есть антигистаминные средства, есть эти геотики, обязательно сопли нужно копировать, потому что они могут подняться в пасху или опуститься в легкие, и это, когда и последует, за этим, вы будете серьезно сгодевать. Вы, один педиатр, вы можете даже доктор науф, или пандидат, обязательно, какой-то признак насветил все области. Второй педиатр, не менее, потому что насветил в старом области, не менее, компетентный. Отстаньте от младенца. Младенцы сопли могут быть по самому разному случаю. Вы не зрелые, у меня система не зрелая слизистая, это нормальный ответ, он подрезается с губами, помните, может быть, слишком сухой воздух, не нужно есть. Это нормальная реакция слизистой, когда вы сопли, если температура вообще не трогайте его, кормите грудью, и все. И, мы всякий раз старались давать такой, очень контрастный, контрастный ответ, но и во времени все, отлично, на один, но с мотров. Сейчас у нас уже три программы выходят на нашем канале Тут-то ТВ, мы дружим, мы выходим практически на всех площадках, где можно размещать видеоконтент, у нас есть свой канал в Ютьюбе, у нас есть портал Губни.ТВ, у нас большая внешняя дружба с Детями Ру, с Лети Дор, это родительский портал Габля, с Азнопластиками, мы специально поддерживаем новую, если есть на 124, еще новые каналы связи, Тут-то ТВ ровный год, за этот год мы имеем более 5 миллионов просмотров с его окружности наших программ, самая рейтинг для нашей программы продвигается как раз миллионов просмотров, там больше 800 тысяч, средняя смотрительность нашего канала 50-60 тысяч просмотрит за айфоном одного ролика, очень важно, что у нас 13-минутная программа, у нас довольно неплохой стрим, последнее время просмотров 70-60 минут и очень интересно все зрительственные аудитории, нас смотрит 25, 109-500,